Приветствую вас! Если в двух словах сказать о том, что происходит, то я думаю, можно описать это так. Вы 13 лет назад встречались с молодым человеком, полгода, расстались с ним, но ваши отношения с ним вы не завершили. То есть они не были завершены вами. Я не знаю, были ли они завершены им, но вами они завершены не были точно. Совершенным. Вот, значит, вы отношения не завершили. Молодой человек, отношения, скорее всего, тоже не завершили, потому что он вам писал потом несколько раз, да, приглашал вас в гости и так далее. После этого вы не дожидаясь, то есть вот, не побыв одна, то есть вы вот пишете полгода, расстались под меня, встретила своего будущего мужа. Да, то есть вы остались и потом встретили своего будущего мужа. Правда, жалко, что вы не пишете, сколько времени прошло. И жалко, что вы не описываете того, как вы относились к своему мужчине. Тогда, когда у вас был, когда вы только начали встречаться с мужем, со своим, это было бы очень полезной информацией на самом деле. Потому что вот пока, получается, да, отношения с одним не завершили, а стали сразу отношения с другим строить. Ну и, естественно, ничего хорошего из этого не получилось. Естественно, что вы не получили ничего, не приобрели ничего из этого. Естественно, что вам, ну, вы не смогли отношения с другим строить. Это нормально, что вы не смогли. Ну, так спешить зачем было? А спешат люди для того, чтобы, значит, спешат люди, как правило, чтобы выкинуть из головы как раз. Человека, матерь. Пешат люди как раз потому и для того, чтобы выкинуть из головы мужчину, ну, или просто любимого человека, да, и так далее. Вот вы и пытались его выкинуть из головы. Только у вас, у вас только это не получилось, ну, судя по всему, судя по тому, что вы написали. И муж для вас, он в данном случае выступает такой заменой, заменой тому вот молодому человеку, которого вы не можете никак забыть. Замена это что такое? Замена это когда муж, например, например, ваш муж, значит, как-то вот должен вам дать то, что, в общем-то, то, что вам нужно. То, чего вам не хватало от молодого человека. То, что вы недополучили с молодым человеком. Возможно. Ну, возможно. Я не говорю, что это прямо обязательно так, но возможно. Понимаете? Ну, и вот, собственно, так это и работает. Муж выполняет роль средства, муж выполняет роль заменителя. До определенного момента это работает. До определенного момента это получается заменить. А потом вы чувствуете, что я к мужу, к мужу, к мужу все-таки у меня чувства какие-то вот немножечко, ну, не те. Как-то вот немножечко не то я чувствую по отношению к мужу. И это нормально. Это естественно, в принципе. Если вы музей начало не воспринимали таким, какой он есть, да, воспринимали его только как средство для выбивания мыслей о молодом человеке, которого вы до сих пор не можете забыть, то он вас, естественно, может не удовлетворять, а в некоторых моментах даже вас отягостить. Ну, и вот, собственно, отсюда и возникает ваша вот вот неудовлетворенность и потребность в молодом человеке. А вот мало того, что вы с ним отношения не завершили, так и муж вам хорошего ничего не дает. Ну, он не может вам дать ничего, ничего. Того, что вам нужно, поэтому, по крайней мере, даже не может. Понимаете, такая ситуация получается? Вот. И, значит, вы пишете, что вам молодой человек несколько раз писал, предлагал встретиться, предлагал, значит, приглашал вас к себе домой. Вот. Но вы отказывались от этого. И мне, конечно, было бы интересно узнать, почему вы отказывались. То есть, ну, очевидно, что вам хотелось, очевидно, что вам хочется, вам хочется быть с этим человеком. Очевидно, что он вам нужен, очевидно, что вы в нем нуждаетесь. Вот. Вопрос, что заключается. Вопрос заключается в том, что вам это двигало. Опять же, когда вы, когда вы говорите, что, вот, я не пошла к нему, хотя он меня дал, то вы тем самым, как бы, намекаете, что муж, он, как бы, ну, должен оценить то, что вы делаете. То, что вы, вот, эм, сделали, что вы не пошли, что вы не изменили даже ему, хотя могли, наверное, это сделать. А он-то этого не знает. Он не знает, что вы это делаете. Он не знает, что вы находились перед такой дилеммой. Естественно, он делает себя как обычно. А вам хочется, чтобы он как-то более ценностно вас воспринимал. А более ценностно вас воспринимать он не может, ну, в силу обыденности ситуации. И именно поэтому из-за этого у вас по отношению к мужу возникает еще большая неудовлетворенность, к сожалению. Ну, и дети здесь это такое своего рода дополнение, дополнение к банкету. Дополнение к банкету, дети. Вот. Поэтому я думаю, что, я думаю, что посоветовать вам можно только, значит, завершить отношения с молодым человеком с помощью психолога. Вот. И подкорректировать вашу жизнь с мужем. То есть, там где-то у вас тоже есть какие-то вот такие негативные триггеры, которые мешают вам чувствовать себя счастливой. Вот. То есть, вы почему вот, например, расстались с вами молодым человеком? Просто попробуйте вспомнить это. Вот почему вы расстались с молодым человеком? Какие были основы? Какие были для этого предпосылки? Нет. Чем вы руководствовались, когда расставались с ним? Чем он руководствовался, когда расставался с вами? Как вы воспринимаете тот факт, что он, например, с вами расстался? Ну, допустим. Допустим, это как вариант, да? Вы пишите, что расстались, потом я встретил своего мужа. То есть, вы не раскрываете здесь, кто именно расстался, вы или он. Но, в любом случае, нужно понимать, что если расстались вы, то здесь вспоминаем, чем руководствовались при расставании. Если расставался он, то опять же вспоминаем, чем руководствовался он при расставании. И это вот все на самом деле очень важно, очень важно все эти моменты. Потому что вы как будто забыли обо всем этом. А забывать обо всем этом как раз таки нельзя. Потому что это ваша жизнь, и как бы нельзя забывать о том, что относится к вам напрямую. Нельзя забывать. А вы забыли, и именно по этой причине, вот именно по причине того, что вы забыли, вы и переживаете сейчас такие вот проблемы, такие вот трудности. Потому что их бы не было, на самом деле, не было бы трудностей, если бы вы, ну, если бы вы помнили, если бы вы помнили, почему вы с молодым человеком расстались. Так что рекомендация вам может быть только такая. Работать с психологом на завершение отношений с молодым человеком, и на корректирование ваших отношений с мужем. Потому что во всех других случаях, во всех других ситуациях я боюсь, что это будет давать о себе навык в любом случае. И вы не сможете, вы не сможете адекватно, назовет, во-первых, быть семьей, а во-вторых, не сможете адекватно ребенка, ну, ребенка воспитывать, потому что вам будет тяжко, вам будет тяжко, вам будет тяжело, и о каком воспитании вообще ребенка может идти речь в этом случае, да. Надеюсь, вот этот момент, он понятен. Вот так, я думаю, можно ответить вам на ваш вопрос. Надеюсь, что помог вам, если у вас остались вопросы дополнительные. Пишите в личку, буду рад помочь вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Девушки отдыхают. Вдох. Вдох.